всем привет ребят привет с вами серёжа и я мы будем постараемся снимать всю нашу рабочую начну и смену начиная с самого утра и заканчивая нашим сном возьмем вас святые святых на работу к нам сейчас уже не утро а час дня но мы проснулись недавно потому что мы решили подольше поспать решаем вернее всегда мы спим подольше и конечно у нас не очень освещение смотрите подписывайтесь и ставьте лайки будем говорить утром потому что действительно когда мы просыпаемся мы считаем это утром когда мы ложимся спать мы желаем друг другу спокойной ночи для начала я включаю музыку чтобы все таки веселее было небольшая реклама нашего видео кто еще не видел смотрите смотрите видео ставьте лайки че-хе-хе-хе хорошо что поставь и 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 ну вообще в принципе эту квартиру не показывали да мы как бы думаю еще не одни поэтому если кто-то вверх нет в кадре там спрашивали у нас еще с одной парой не станешь то это трехкомнатная квартира и с нами в квартире небольших комнатках тоже живут три девчонки но сейчас открытие и одна женщина раньше вместо этой одной женщины жила три женщины ну короче тут целая толпа людей было вот и конечно нам это не нравилось потому что вообще квартира рассчитана максимум на шесть человек ну то есть они тоже из-за тесноты тоже там комната где они жили троем рассчитаны на одного человека на кровать на одного человека они из-за тесноты своей же уехали на другую квартиру мы сделали мы теперь теперь я пойду сейчас на свои последние годы часа сделаю видео вторую часть до которого уже мы рассмотрели первую часть надеюсь это не мы гуляли по китайскому взял качу сегодня будет про то как нагляем как на повару да а я что буду делать куда ты будешь кушать я уже приготовлю уже нужно держать что-то интересное исполняйте и я накрашу лицо наконец-то за несколько дней уже уже сделал уже сделал Жастя. Пока Серёжа монтирует видео, я соберу тормозок. У нас на кухне совсем плохую середку, поэтому картинка будет не очень. А ещё мне очень непривычно без Серёжи на камере быть. Я попробую найти такой ракурс, чтобы снять. Мне вообще не нравится. Хотела ещё рассказать вам про такие вот, я не знаю, но это нельзя сказать прям обрезки. Дело в том, что супермаркеттер в Польше режет на слайсы колбасы и так далее, и те части, которые в машину уже не заходят, чтобы нарезать, их отдельно продают как бы по акции. Но проблема в том, что их продают обычно в таком пакете, всё вместе. Мы вот первый раз попали на такое и купили значит 800 грамм вот таких вот типа обрезков за 7 злотых. Честно говоря, решили просто попробовать ради интереса. Не знаю, на бутерброды чисто. Посмотрим, что из этого получится, как это используется. Ещё иногда беру я такой салатник, миг салатов. Сделаю либо салат, а из целеньких делаю на бутерброды зелень, добавляю сэндвичи типа. Вот, в этот раз тоже брала не помидоры, а помидоры черри. Если честно, это даже не дань там удовольствию по кому-то. Просто они действительно напоминают помидор по вкусу, в отличие от этих больших пластмассовых, которые брать уже совсем не хочется. То есть мне легче взять вот такие, которые хоть по вкусу реально помидоры. А ещё тут берём на бутерброды. У меня бутерброды такие небольшие. Они 17 грош стоят, если честно, очень дозвые. И для бутербродов на работу нам, в принципе, удобно. Тоже помимо этого мы берём какую-то кашу, мясо, ну то есть такое. Вот, потому что на работе мы 12 часов. Вот. И чтобы не голодать и не тратить деньги на какие-то в автоматах сэндвичи и так далее, их проще сделать дома. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А сегодня на нашем сайте мы в гости в гости в гости в гости. Пока я делал видео, не попросил по поводу скоростью, что мы готовим работу на 10 часов вечера. Нам работодатель присылает смс-пообщение. Да, там, когда мы будем работать, постоянно это происходит на воплотных, то есть кузнему в эту неделю, когда мы будем работать, либо с утра, либо в вечер, уточняем завтрак. Да. И сейчас Ира готовит наш завтрак. Ну, как завтрак, это уже. Ну, по-нашему завтрак, да. Я там не снимала то, что я хочу готовить, поэтому они не знают. Да. Я просто просто бодро-брадость сделала. Ну, сейчас мы кушаем какие-то кабачки с этими кафтой. Сейчас мы будем кушать то, что уже должно пропасть скоро в холодильнике, поэтому нужно это всё быстренько уничтожить. Ну, ты кушай, кушай. Ты что, проснимать какие куша? А че нет? Мы уже позавтракали, ну, пообедали. Поужинали. А уже поужинали, да. И Ира хотела рассказать. А, хотела я поделиться с вами такой вот своей безумной идеей очередной. Я хочу вырастить авокадо. Ну. Вот. И я видела в интернете, что можно там что-то протыкать. Я, конечно, сейчас попробую с этой косточкой. Посмотрим, что она выйдет. Но мне также интересно, ну, пишите мне в комментариях, может быть, кто-то выращивал так на самом деле. Потому что, может быть, это просто в интернете так. Да. Ира очень любит авокадо. И кто его любит, так создать лайки. Я очень люблю авокадо, да. А я так себе. Ну, есть могу, но не тошусь. Ну, я сделала бутерброды вторые с авокадо. Ты распила себе? Да. Да, пробуем. Вся? Ну да. Будем пробовать авокадо теперь. В интернете пишут, что нужно протыкать косточку зубочистками. Вот, ну, я подумала, короче, сейчас чуть-чуть немножко воды налью и буду держать вот так вот ее. Не буду протыкать, пробую так вырастить. В общем, отсюда должен показаться отросточ, корешок. Теперь главное не забывать доливать воды, чтобы у нее всегда было здесь попить. Покажи людям, какого ты нашла? Какие будут условия жизни? Да у нас тут бардак. Показать. У нас тут рабочие вещи вот лежат, готовят, приготовленные. Вот. И тут серьезные пазлы. У нас, в общем, второй этаж, это... Что у нас это? Это шкаф. Да? Да. У нас такая двухэтажная кровать. Мы спим внизу. Она, в принципе, такая полуторка, не односпальная. Ну, по крайней мере, мы помещаемся вдвоем на одном этаже. Вот. Здесь у нас сумки наваленные, Сережины портфели наваленные. Вот. Так как у нас шкафа нет, у нас все вещи хранятся в нашей сумке, которая под столом. И... Вот здесь вот. Все. Здесь у нас чуть-чуть еда не стоит. Ну, и здесь, как бы, в нижних ящиках тоже. Да. Носочки такое все. Мы не проводим машину, что сегодня время. Мы немножко отдыхаем, да? Да, перед работой, в ожидании, пока сделаются видео. Я неровно уже после этого. Подписывайся на мой инстаграм. Ссылочка будет здесь и в описании. Все. Ребят, видео опубликовано. В точке видео приятного просмотра. На часах уже 9.20 и мы стоим на остановке. Ждем нашу маршрутку. Один плюс работы из десяти, что есть у нас рабочая маршрутка, на которой можно прямо до завода добраться. Худея. Ну, здесь все. Настя, во каком-то пыль. Я уже трыхусью. Худея. Настя и т拳. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...